Негосударственный сектор экономики северных регионов Дальнего Востока страны уже 30 лет испытывает дискриминацию. Работодатели-частников государство фактически обложило дополнительным региональным налогом. Речь идет об оплате проезда в отпуск раз в два года за счет работодателя. Только бюджетным предприятиям и учреждениям эти расходы компенсируются за счет всех налогоплательщиков, а частным фирмам не компенсирует никто. На практике это происходит так, что два одинаковых вида бизнеса, которые работают на Дальнем Востоке и в Центральном регионе, несут разные нагрузки. А мы здесь на Дальнем Востоке живем, работаем, мы и так-то в экстремальных условиях здесь существуем. И плюс еще вот данная мера. Потому что в принципе правильно. Любой работающий, проживающий человек, он должен получить компенсацию. Это было еще в советское время. Но работники, которые работают при госструктурах и федеральных структурах, они данную льготу получают из федерального бюджета. Предприниматели же, они должны эту меру закладывать в стоимость своего товара или услуги. И это к чему приводит? А. Удорожание товара и услуги. И. Б. Некорганизационная способность на данном рынке. По мнению предпринимателей строительной отрасли, местные компании, работающие на строящихся сейчас в Магадане объектах, испытывают негативное влияние этих факторов. В конкуренции с приезжими фирмами. Но так быть не должно, уверены в деловой России. Также стоит вопрос в длительном отпуске для членов предприятий, работающих в условиях Крайнего Севера. Соответственно, 52 дня для любого предприятия, когда квалифицированный специалист отсутствует такое время, ему необходимо дополнительно нанимать персонал, что также в свое время накладывает еще дополнительные расходы. Исходя из всего этого, предприниматель, который работает в условиях Крайнего Севера, он неконкурентно способен по отношению к его, как говорится, коллегам, которые не работают в условиях Крайнего Севера. Каким же образом бороться со столь длительно существующей в федеральном законодательстве несправедливостью? По мнению активистов деловой России, Магаданской области и Камчатского края, есть два пути. Выработать совместно с органами государственной власти определенный механизм компенсации работодателям, негосударственного сектора северных регионов. И второй, оспорить существующие дискриминационные положения федерального законодательства в Конституционном суде. Если мы собираем конституционные...